Да, господавцы, приятно. Это действительно новое начинание, которое, я надеюсь, будет у нас очень перспективно, наше содружество с Институтом экономики и бизнеса. Я не буду много говорить. Я очень рада приветствовать здесь людей, которые искренне радуют за духовное и культурное возрождение России. И это очень всегда приятно видеть, особенно чем дальше, тем больше мы погружаемся в век, в общем-то, бездуховности, преувеличенных материальных ценностей потребительского общества. Поэтому каждый раз, когда вас с чем-то таким сталкиваешься, от этого каждый раз становится тепло на душе. Но, вообще-то говоря, мы будем с вами разговаривать немножко другим языком. Поэтому мы принесли вашему собору и этому собранию лад в корме звуковой. Потому что, на самом деле, если можно найти что-нибудь, что в большей степени соответствовало понятию словосочетания русский лад, то оно таится именно в истоках нашей русской музыкальной культуры. В том числе песен и в том числе хороор. Вообще, мы наследники очень богатой музыкальной культуры, самых разных жанров, начиная от духовной музыки, русского романса, русской оперы, которая положила начало целому ряду направлений европейской музыки, и, конечно, традиционной фольклорной песни. Вот. Голос и песня всегда была очень важным принципом, правилом, базисом объединения русского народа. Собственно, вот русское коровое пение поддерживает принцип соборности, русской соборности. И то, что эта культура утрачена на сегодняшний день все больше и больше, не скажу, что полностью, но во многом, это для нас, конечно, большой шов, мы за это очень переживаем, потому что раньше пели все, пели аристократы, пели крестьяне, пели в советское время в любом институте, на любом пустом заводе был свой форт, да, а сейчас у нас все общество разделилось на потребителей музыкальной культуры и, так сказать, производителей музыкальной культуры, и вторых гораздо меньше. Вот. А когда первые пытаются, потребители, в смысле, что-то изобразить музыкально-культурное, то сразу хочется куда-нибудь подальше браться на другой конец земного шара. Вот. Это очень вкусно наблюдать, потому что я еще помню времена, когда мои родители, бабушки, дедушки собирались просто за столом, да, на каком-то тоже быстрее начинали петь, это было приятно, хорошо слушать. А сейчас, когда собирается кто-нибудь в ресторане за столом, включать караохи, в общем, можно не комедии. Вот. Мы сейчас поприветствуем собрание несколькими композициями.